Лето – отличное время для экспериментов. В школе юных химиков об этом прекрасно знают и не теряют времени даром. Пока большинство школьников отдыхают на каникулах, эти ребят занимаются серьезными научными исследованиями. Далеко не всегда темы для работы подсказывают педагоги. Некоторые приходят в школу уже со своими интересами, со своими задумками, со своими идеями. И мы всегда стараемся дать им возможность эти идеи воплотить, исследовать то, что они хотят. Потому что это самое главное. Екатерина Бабышкина занялась исследованием лекарственных препаратов, которые помогают избавиться от лактозной недостаточности. Ей было интересно узнать, какие медикаменты эффективнее боятся с недугом. Собственно говоря, лактозная недостаточность возникает у человека из-за того, что под действием фермента лактозы, лактоза, который содержится в молоке, распадается на глюкозу и галактозу. И, собственно говоря, я изучаю, в каком препарате эта реакция распада произошла более действенно. Виктория Смирновой тема для исследования подсказала жизнь. Вика любит рисовать, а потому решила изучить, какая краска – гуашь, акрил или акварель – не потускнеет после высыхания. Кроме этого, девушку заинтересовал вопрос, как продлить яркую жизнь красок. Лучше краскивать акрил. Их даже рекомендуют для строительных материалов, потому что акрил при высыхании дает специальную пленку, которая очень долго держится. Я думаю, что, возможно, из акрила можно эту пленку синтезировать и внедрить ее в другие краски. То есть при высыхании даже акварели или масляной краски будут давать также эту пленку. Летняя школа юных химиков на базе ИГХТУ работает уже 6 лет. Среди ее выпускников – студенты университетов, победители международных олимпиад и престижных научных конкурсов. В эту школу могут попасть школьники, которые по-настоящему любят химию и хотят связать с этой наукой свою жизнь. В школу может попасть практически любой школьник от 6-го, 7-го класса и до выпускных классов. Естественно, мы при отборе смотрим анкеты ребят, которые они нам присылают, мотивационные письма. То есть в чем их интерес, в чем их заинтересованность, что они хотят от летней школы. И если действительно мы видим, что ребята горят желанием заниматься наукой, хотят узнавать что-то новое, то, естественно, мы берем их. В этом году в школе занимается рекордное число ребят – 40. Они не только слушают лекции, участвуют в мастер-классах и бесконечно ставят эксперименты. Находятся минуткой для отдыха. Мы вчера посетили экскурсию в город Шую, побывали на струсиной ферме, сварили мыло с химической точки зрения. Сейчас уже в лабораториях работаем, делаем разные работы, также у нас лекции. Ну, все, очень нравится. Учить, исследовать и общаться – литмотив летней школы юных ученых. Завершится обучение ребят итоговой конференции, где они подробно расскажут о своих первых шагах в науку. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.